Для движения по городу едет быстро Блин, кажется, застрял Раз, два Еще раз повторяю, я мать многодетная А я те же героин Всем привет! Сегодня мы сделаем обзорчик на колясочку Cutterville Ultra 4 Вообще, очень важно сказать о наших изысканиях, скажем так, конструкторских После того, как мы выпустили опытную партию колясочек От зрителей стали поступать комментарии о том Что этой машине для своего звания, скажем так, коляски повышенной проходимости Не хватает одного очень важного момента Это мощности двигателей То есть на первых колясках у нас была мощность двигателей 250 Вт То есть два мотора по 250 Вт И мы решили согласиться С таким правильным замечанием И сейчас на вот этих двух машинках стоят уже двигатели 450 Вт Каждый двигатель Вот, и, собственно говоря, выпускаться они будут Вот теперь только с такими моторами Это первый момент Второй момент Еще для звания коляски повышенной проходимости Ей не хватало одного очень важного момента А именно независимой подвески ведущих колес Вот, и сегодня мы сделаем видеообзор И будем сравнивать две машинки Одна будет с независимой подвеской у Юры И моя с жесткой подвеской То есть у меня ведущие колеса закреплены жестко на раме Вот, у Юры, соответственно, каждое ведущее колесо на независимой подвеске То есть они независимо друг от друга ходят Вот, есть определенные преимущества такого подхода Вот, теоретически, опять же, только теоретически Сегодня мы выясним, оправдано ли вот такое конструктивное решение Усложняющее конструкцию, делая ее более дорогой В реальной жизни И стоит ли использовать именно вот такую независимую подвеску Во всех машинках ультра или нет Вот у нас есть такая гребеночка на дороге Сейчас мы будем переезжать, собственно говоря, эту дорогу по гребенке И будем смотреть Будем крупно снимать, как отрабатывают, собственно, наши амортизаторы Насколько, собственно, они смягчают вообще это движение Вот, потому что у нас и на той, и на другой коляске есть передние амортизаторы Но, соответственно, разница только в задних амортизаторах Именно задних колес Вот, будем сравнивать, насколько это влияет, собственно, на комфорт Все, первый пошел на жесткой подвеске И бах-бах-бах-бах Так, ну, что могу сказать Передние амортизаторы отрабатывают, собственно говоря, удары на передние колеса Но задние колеса подскакивают достаточно жестко Давайте смотреть мягкую подвеску Так, ну и что? Мне понравилось Мягко Давай еще раз попробуем вместе Все, давай чуть вперед выходи, Юра Вот Ну, чувствуется, как Вот Юрина колясочка более Проплывает, что ли, по этим кочкам Более-то облегает их как-то, что ли То есть, а эту машину, ну, задними колесами все-таки подбрасывает вверх Как, не знаю, как на банане, наверное Как на лошади, да Точно Мы уже немножко покатались на этих машинках И вот вам такой Такая инсайдерская информация На самом деле Самое главное в независимой подвеске Это даже не комфорт управления Это, собственно говоря, сама управляемость То есть, машина с независимой подвеской Управляется гораздо-гораздо лучше, чем с жесткой подвеской Давайте немного поразбираемся в матчасти И посмотрим, как у нас управляется кресло-коляска Представьте себе Коляска-вид сверху Здесь у нас задние ведущие колеса Здесь самоповоротные передние колеса И, например, мы стоим на месте И нам нужно развернуться влево по часовой стрелке Что происходит? У нас правое колесо начинает вращаться вперед Ведущее Левое ведущее колесо начинает вращаться назад Таким образом у нас происходит разворот на месте Теперь представим, что у нас Мы стоим на каком-то пригорке на неровной поверхности И левое ведущее колесо у нас вывесилось Мы начинаем разворачиваться Что произойдет? Вместо того, чтобы развернуться Правильно, коляска у нас поедет просто прямо Это у нас произойдет со старта Теперь представьте себе другую ситуацию Мы едем по неровному двору С какими-то кочками, оврагами И у нас стоит прямо припаркованный автомобиль Новенький, красивый такой Что мы начинаем делать? Естественно, мы начинаем маневрировать Начинаем давать немного лево руля Чтобы объехать этот автомобиль Но в этот момент, так как мы едем по кочкам Вдруг у нас вывешивается левое ведущее колесо Что произойдет? Вместо того, чтобы запустить нашу коляску влево У нас коляска продолжит прямолинейное движение И этот прекрасный, красивый автомобиль Мы зацепим и поцарапаем Этого всего не произойдет на коляске Ультра Потому что всегда колеса ведущие у нас будут в зацеплении Потому что у нас есть независимая подвеска Так, сейчас попробуем заснять простое упражнение Едем по небольшому склону вниз Останавливаемся Разворачиваемся И возвращаемся обратно Посмотрим, что из этого выйдет Так, я еду Так, раз Здесь остановился Пытаюсь развернуться Коляску тянет вниз Я сжму джойстик вправо У меня просто колеса потеряли зацеп Ладно, я спущусь пока Давайте посмотрим, что у Юры получится Давайте посмотрим, что получится у Юры Да ладно Да ладно Давай еще раз Еще раз Ты вот остановись полностью Просто не сходу Вот прям полностью остановись Так Давай разворот Да ладно Да как так-то? Ну-ка подожди Ну-ка давай теперь я Так Остановился Разворачиваюсь И у меня коляска просто едет в сторону Просто танцы на льду Ну то есть что получается Что как только вывешивается одно ведущее колесо Да или оно даже не может не обязательно полностью на воздухе оказаться Просто с него снимается нагрузка Ну оно теряет зацеп И просто его функционал вообще полностью пропадает То есть как будто мы едем на одном ведущем колесе Ну и соответственно машину тянет вообще не туда, куда нам нужно Ну вот такая вот интересная математика Ну да, элегантно достаточно Сейчас я попробую по этому же маршруту пройти Так, аккуратно идем Раз Раз Блин, кажется застрял Блин, а чего у меня откатников нет? Да, даже не знаю показывать такое или нет Блин Забыли установить откатники Когда готовили коляску, откатники не поставили А у меня А у тебя откатники стоят Про тебя не забыли Блин Вот так вот Неприятненько Сейчас будет упражнение с Лалом Посмотрим, как машинки управляются именно на скорости Вот, Юру запущу первого А что это? Ты же у нас пилот Давай, ты первый, я за тобой Ну что, поехали Кто Вперед Прям ноздря в ноздрю пойдем Ах Ах Радиусы большие получаются Потому что таскает машину Давай Давай Так Давай Поворачивай, зараза Ее тянет в сторону Оно, блин Ааа, да как так-то Так Я смогу Я смогу Ое Ее Блин, ну вот так, мне кажется, очень показательно Очень даже показательно Ладно У нас холодно Минус 13 градусов Поехали греться Что-то Я уже подмерзаю И Юра тоже Вот А так вообще Ну, машинка Для Движения по городу Едет быстро Что, в общем Приятно На какие-то далекие расстояния Передвигаться Вот Со стандартным запасом хода В 30 километров Да блин Вот если бы еще так не таскала Вот По скорости приятная Приятная машинка Вот Еще одно Большое преимущество Большого клиренса Всякие большие буераки Можно пропускать между колес И вообще не переживает за счет Насчет того, что Можно что-то днищем Зацепить То есть достаточно большие такие Неровности Волуны Пропускаем между колес И вообще об этом Не паримся То есть мы всегда уверены, что Ну Точно Ничего не зацепим Так, ну Что собственно говоря Выяснилось Что для Пересеченной местности Ну особенно если мы говорим Про движение в зимнее время года Независимая подвеска Это ну просто must have Вот Без нее машина Ну становится просто Абсолютно неуправляемой Вот Ну нужно иметь ввиду Что мы двигаемся Сейчас На Обледенелой поверхности Вот Где в общем-то Любая другая коляска Она Ну просто будет вообще Как корова на льду И можно даже Вообще не стронуться с места Вот В Летнее время года Будет попроще Но вот эти все эффекты Которые мы сейчас здесь наблюдаем Они все равно Будут иметь место Ну вот Как-то так Поэтому Независимая подвеска Это в первую очередь Управляемость Уже во вторую очередь Комфорт Вот Какие-то такие выводы Для нас главное Комфорт Потому что спину Не отдает И шея По всем этим Суверакам Которые мы ехали Мне спину Ни разу не отдало Ну кстати да Кстати да Вот еще Необходимо Кстати говоря Устанавливать Под нужный вес Вот у Юры вес Небольшой 65-70 кг И мы установили В нижнее положение Чтобы эта подвеска Отрабатывала Попрыгай Ну вот Для веса Там 80-90 и выше Килограмм Больше 100 кг Имеет смысл Поставить хотя бы В среднее положение Потому что Этот амортизатор Он сильно продавится Поэтому Соответственно Здесь идет тоже Настройка Под вес Пользователя Сейчас попробуем Заехать на Пандус В 20 градусов Вот Сразу говорю Что так делать нельзя Потому что Здесь нужно Владеть Торсом Переносить Центр тяжести Вперед Иначе Если сидеть ровно Коляска Очень легко Кувыркнется Потому что Ну то есть Она не предназначена Вообще Для преодолевания Таких Крутых Пандусов Вот Но ради Спортивного Интереса Мы конечно Должны это сделать Вот И Пожертвуем Пилотам На самом деле Я уверен Что Юра все сделает Правильно И хорошо Поднимется Ну давай Этот подъем Будет осуществлен Безопасно Ну вот Здесь мы скорее Проверяем Мощность двигателей Насколько их хватает Ну здесь Двигателей 450 ватт Каждый То есть Мощности Хватает у нас С хорошим запасом Более чем Ну вот Ну еще раз повторяю Что Кувыркнуться На таком Пандусе Ну можно Достаточно легко Я уже Пересел на Юрину Коляску Там где есть Антиопрокидыватели Потому что На моей коляске Антиопрокидыватели Были еще Не установлены Вот Покажу Как делать Нельзя Собственно говоря На пандусе И что произойдет Если мы будем Делать неправильно То есть Я вот сейчас Остановлюсь Так Теперь я стартую Но вес у меня Впереди Вперед Вынесен вес Так А если я Буду сидеть Так как я Обычно Сижу И начну Стартовать Вот что Произойдет Коляску Встает на Откатники Вот Ну Меня собственно Спасает Только то Что я могу Схватиться За перила Поэтому Соблюдаем Технику безопасности И на такие Крутые пандусы Не заезжаем Так Сейчас будем Проверять Как у нас Эти машинки Преодолевают Как бы Бордюры Бордюров у нас Нет Имитированных Есть у нас Зато Трубы Разного сечения Будем через них Скакать Ну Решили не молочиться Сразу С пятидесятки Начать Вот Так как Мы Ожидаем Что у нас Будут Какие-то Здесь Интересные Характеристики Давайте Начнем С пятидесятки Ну Пожалуй Я первый Начну Попробуем По диагонали Немножко Ух ты Слушай У тебя Прямо Мягко Она Интересно Прошла Теперь Попробуем Трубу Диаметра Шестьдесят Два Миллиметра Хотя Это труба Круглого Сечения С одной Стороны Может быть И попроще Должно Быть Но с другой Стороны Это Шестьдесят Миллиметра Мы будем Считать Что это Бордюр С большим Радиусом Скругления Пробуем Волнительно Тем более У меня Откатники Не стоят Перегрузка Защита Сработала Так Пробуем Еще Раз Чуть Чуть Мне пришлось Дернуть Корпусом Чтобы Перескочить Есть Шестьдесят Два Миллиметра Взяли Ну Окей За Одну Защиту Кстати говоря Проверили Это Хорошо Ну Просто Идет Резкий Скачок Нагрузки На двигателе Соответственно Система Защищает Нас Так Ну что Опять Мы добрались До опасного Установили Трубу Кругляк Семидесятимиллиметровый Значит Диаметр Семидесятмиллиметров Вот Нужно Еще Понимать Что С одной Стороны Это чуть Легче Потому что Это все-таки Круглый профиль А не квадратный Вот С другой Стороны Это сложнее Чем Переодолевать Бордюр Потому что Это одиночное Препятствие То есть Когда мы Перескакиваем У нас потом Коляска Ныряет Скажем Вперед А Ну На бордюр Заскакивать Проще Потому что Это все-таки Одиночное Возвышение На котором Мы просто Заскакиваем И там Остаемся Вот Ну Будем пробовать Посмотрим Как это Получится Сейчас Сначала Попробую С места Опа Вот Это я Подскочил Так Подскочил Так Я Ничего себе Я думал Подъеду Подстрахую Его На всякий случай Он просто Без объявления Войны Повторяю Я мать Многодетная А я Отец героин Вообще Чуть не переехал Блин Вместе с камерой Я уже аккуратно Я вообще В расстоянии Никого не задевая Блин Ну Что 70 миллиметров Сделали Больше пробовать Не будем Потому что Они уже Очень небезопасно Скачут Можно было Если бы Это было Не одиночное Препятствие Болюр Полноценный Дедускочили Передние колеса Единственное Опускали Тогда можно было Попробовать Но здесь все равно Начинаются прыжки И ты не можешь понять То ли ты в запах Или что ли вперед Кудоль Можешься Поэтому Уже более опасно Сейчас мы в сборочном цехе Вот здесь у нас Целая армия Ступенькоходных Машинок Каттервил Готовятся они К отгрузке И я думаю Что скоро У нас будет здесь Стоять такая же Армия Колясочек Ультра С независимой Подвеской Вот Сегодня Я понял Что не зря Мы все-таки Заморачивались Не зря мы Усложняли Эту конструкцию Не зря мы Делали Эту независимую Подвеску Потому что Эффект очевиден Необходима Она во-первых Для четкого Постоянного Управления Чтобы у нас В любых Буэраках На любой Поверхности Машина не теряла Свою управляемость Это просто Обязательно И второе Конечно же Комфорт То есть помимо Передних амортизаторов Которые Сглаживают удары Именно в передние колеса Независимая подвеска Нам нужна Для того Чтобы сглаживать Удары Именно по задним колесам Когда мы Скачем По нашим Препятствиям По неровностям Чтобы эти удары Они не отдавали В спину То есть Очень важно Для тех Ну особенно Кому это критично Да Чтобы не было Большой тряски По В остальном Соответственно Что да Еще стоит отметить В принципе По этой машине Большие передние колеса Высокая скорость Высокий клиренс При преодолении пандусов Запаса мощности Более чем достаточно Большие колеса Позволяют нам Преодолевать бордюры До 7 сантиметров В общем Ну я бы вообще сказал Это топ За свои деньги То есть В плане Вездеходности И проходимости Конечно же Мы ее даже не сравниваем С 4WD-шкой Из GTS 4WD Ну понятно Потому что Монопривод Он никогда не будет По проходимости Лучше чем Полный привод Но если мы ищем Какое-то Компромиссное решение Где у нас Компактная колясочка Относительно Недорого Стоит Но при этом Имеет максимум Функционала LCD дисплея Имеет светодиодное Хорошее освещение Максимум регулировок Сидения Спинки Подголовника Подножек Да Всего чего Можно Мы можем Отрегулировать Ну Классный Классный вариант Да Что скажешь? Ну Скажу как пользователь Мне понравилось По кайфу Да Плюс Скорость 10 км в час То есть Ну имеем Такую Идеальную Формулу Для неприспособленного Города Где нет У нас Отличного Хорошего Асфальта Ну и Может быть Для сельской Местности Если это Не 4WD То однозначно Это будет У нас Ультра Будут вопросы Задавайте Надеюсь Понравилось Пока-пока С момента Моего последнего Обзора Где я на белом фоне Рассказывал Про Настройки Регулировки Коляски Произошло Несколько Изменений Так Ну во первых Те вещи Про которые Мы сегодня Уже очень много Говорим Это конечно же Моторы Теперь Вместо 250 Ватт У нас здесь Моторы 450 ватт Другой конструкции Стоят Во вторых Это Независимая Подвеска Так Сейчас мы ее Сожмем Раз Два Три Таким образом Работает Вот И Редуктора Теперь Отключаются Не на колесах Редуктора У нас Отключаются Вот таким Рычагом Вот так Свободный Ход Вот так Редуктора Включены Так Здесь же У нас Изменения Касаемые Антиопрокидыватели То есть Раньше У нас Антиопрокидыватели Располагались Здесь И они Скрадывали Клиренс Плюс Вот эти Барашки Они соответственно Тоже могли Зацепиться За какое-то Препятствие Теперь Эти Антиопрокидыватели Вот Вынесли Назад Вот В такую Конструкцию Чтобы Увеличить Максимально Клиренс И Для Того Чтобы Открыть Крышку Аккумуляторного Отсека У нас Теперь Два Барашка Располагаются Здесь Вместо Трех Барашков В прошлой Конструкции Еще Из Интересного Спереди Появилось Специальное Кольцо Вот Такое Вот Для Того Чтобы Можно Было Коляску Во-первых Поднимать Когда Нам Нужно Помочь Руками Ну И Для Того Чтобы Можно Было Зацепить В Специальном Транспорте Коляску Спереди В том Числе Вот В остальном Все Те Настройки О которых Говорилось В видео Они Актуальны Спереди 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 Продолжение следует...